Здравствуйте! Мировые цены на нефть меняются каждый день, но апрель 2020-го, безусловно, войдет в историю. Шутка ли, стоимость фьючерсов падала до отрицательных значений. Все это отражается и на топливном рынке России и Алтайского края. Усугубляет ситуацию и падение спроса на бензин и дизель из-за эпидемиологической обстановки во многих регионах и режима самоизоляции. Обсудим это сегодня с вице-президентом Российского топливного союза, депутатом АКЗС Юрием Матвейко. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Здравствуйте, Юрий. Мы вас приглашали на интервью, было резкое падение цен на нефть, например, на американскую марку WTI. Уралс тоже падала, Бренд и так далее. Там, по-моему, самое крупное падение было у WTI. Сейчас немножко цены отыграли назад, к счастью, наверное, для российской экономики. Как вы считаете, с чем связана такая ситуация? Это продолжающаяся война топливных рынков? Что происходит вообще? Глеб, я думаю, что мы с вами можем только предполагать. Читая и слушая различных экспертов и аналитиков, мы, наверное, правды никогда не узнаем. Многие эксперты склонны думать о том, что вся эта история замучена и спровоцирована арабскими странами, потому что у них самая низкая себестоимость добычи нефти и, соответственно, рынок у них, скажем так, они могут охватить весь мир. Другие склоняются к тому, что Российская Федерация провалила сделку ОПЕК+, и не договорились, когда в марте арабы сказали, что мы тогда зальем все рынки Европы и мира своей дешевой нефтью. Поэтому, кто здесь прав, кто не прав, наверное, время покажет. Но то, что для России это не здорово и то, что экономика России терпит серьезные убытки из-за недополучения нефтегазовых доходов, конечно, это факт. Ну, понятно, что вроде как мы должны были в этой ситуации с аудитов победить, потому что у них в ВВП около 80%, если я не ошибаюсь, нефтяные доходы составляют. И нам постоянно говорят, что в России в том же ВВП около 15% нефтяные доходы. Но, тем не менее, мы видим, что меняется цена на нефть, это вызывает сильную волатильность и национальные валюты, и, в общем, лихорадить начинают экономику. Почему до сих пор так? Ведь, как говорится, Россия давно уже слезла с нефтяной иглы. Нет, давайте я немножко здесь с вами не соглашусь. Саудитов нам точно не победить, по той простой причине, что у нас абсолютно разная себестоимость добычи нефти. Но у них со средствами доставки вроде проблемы. У них нет никаких проблем. У них есть порты, у них есть самый дешевый способ доставки нефти и нефтепродуктов – это водный транспорт. И, соответственно, они безо всяких проблем могут это все сделать. Кроме того, если скважина в Российской Федерации средняя качает условно одну тысячу баррелей, то у них в десятки раз больше. И если им необходимо, надо будет законсервировать скважины, то у них это значительно быстрее и легче делается. Потому что у нас основная нить добывается. Мы с вами видим, что это и Северный поток, и Арктика. Поэтому у нас, если мы заморозим свои скважины, то у нас большой вопрос, как мы их возобновим. И работоспособность их будет практически никакая. Кроме того, у нас зима. И то, что у нас сейчас нефтегазовые доходы в федеральном бюджете – это не 15%, а порядка 50%. И когда в марте сорвалась сделка ОПЕК+, нам министр финансов сказал, что у нас денег хватит на 6-10 лет. На самом деле прошло полтора месяца, и мы видим, что у нас денег-то уже не хватает. Поэтому все не так просто и не так однозначно. И мнения экспертов и аналитиков расходятся. Есть и другая проблема. По всему миру снижается, в принципе, спрос на нефть, на топливо. Хранилища переполняются. И это отразилось в том числе и на российском рынке. Резко упали закупочные оптовые цены на нефтепродукты. Как это может отразиться на непосредственно рынке топлива? Ну и на ценах на заправках, наверное, наших потребителей прежде всего это интересует. Да, смотрите, кроме того, что упали оптовые цены, упали и объемы продаж на автозаправочных станциях. У каждой АЗС есть себестоимость пролитого литра. То есть если АЗС проливает 5000 литров, то себестоимость литра стоит 4 рубля. Если объем продаж сократился в два раза, а по разным данным объемы сократились от 30 до 60 процентов в зависимости от территорий. И, соответственно, операционные расходы вырастут с 4 до 7 до 8 рублей. И тем самым происходит некий баланс. Снизилась цена, выросли расходы. И говорить о том, что мы увидим снижение резкой цен на АЗС, я бы не стал. Возможно, конечно, небольшая корректировка в сторону уменьшения. Но, опять же, время покажет. На 50 копеек, на рубль. Я вам скажу простую истину. На сегодняшний день Алтайский край стоит по цене на АЗС на 3 рубля по дизельному топливу дешевле, чем в соседней Новосибирской области. На 2 рубля по 95-му бензину и практически 70 копеек 92-й бензин. Просто для информации. Поэтому, если говорить, что Алтайский край должен в ближайшей перспективе упасть по цене, я бы не стал. А то, что касается соседних территорий, там цены значительно выше. Мы же живем, есть интернет, посмотрите. У нас цена в одном из трех регионах Российской Федерации дважды снизилась за последние полтора месяца. Ранее депутат Государственной Думы Михаил Шеремет выступил с таким предложением в качестве социальной поддержки населения, в качестве одной из мер, снизить цену на топливо. Вроде как это может спровоцировать и дополнительный спрос, и, в общем, как-то оживить рынок. Как вы к этому относитесь? Действительно ли такие меры могут привести к положительному результату, либо просто все скупят перекупщики, а на АЗС мы не увидим реального снижения цен на топливо? Ну, послушайте, здесь должна быть какая-то такая, если мы хотим помочь, давайте... Это же непонятно, что он имел в виду, цену НПЗ или на заправках, или как он это собирается контролировать? Я смотрю, когда некие люди комментируют те или иные ситуации, не всегда понимаешь, о чем речь, я с вами здесь согласен. Либо это опыт, либо это розница, либо это должна быть какая-то целевая поддержка отдельных категорий граждан. Поэтому, ну, сказать и сделать две разные вещи. Я, насколько понимаю, у нас в стране один человек может определять, снижать цены или повышать цены. Мы с вами не один раз уже слышали, когда президент Российской Федерации говорит, что у нас почему-то дорогое дизельное топливо, и с завтрашнего дня цены на АЗС нефтяных компаний снижаются на 5 рублей. Здесь нет экономики, здесь ничего, здесь просто волевое решение. И если завтра этот же человек скажет, что надо снизить цены, они снизятся, у меня нет никаких сомнений. Здесь не будет никакой экономики, это будет просто политическое решение. А то, что депутат Шеремета об этом сказал, ну, сказал и сказал. Болтовня не более того. То есть реальных корректировок вряд ли стоит ожидать. Ну, как вы уже сказали. Завершаем уже, наверное, программу. Наше время подходит к концу. Как долго, на ваш взгляд, Россия и Алтайский край, его топливный рынок будут ощущать эти последствия ценового кризиса на рынке нефти? И к чему это может потенциально привести? Ну, это может привести к тому, что экономика Российской Федерации-то, в принципе, сейчас разбалансирована в связи с ситуацией с коронавирусом и стагнацией всех сфер деятельности. Поэтому, ну, я думаю, что 2020-2021 год будет очень тяжелый для экономики не только Российской Федерации, но и всего мира. А Алтайский край как часть, скажем так, один из субъектов Российской Федерации будет жить в рамках непростого времени. И, конечно, хотелось бы, чтобы все это пораньше закончилось, потому что, мне кажется, уже какая-то истерия, паранойя с этим коронавирусом. Мы, к сожалению, забываем про других больных, которые болеют там и сердцем, и онкологией. Поэтому, мне кажется, меньше надо думать об этом, больше думать о защите себя и своих компаний, которые работают сейчас. Наверное, это будет более действенно, чем бояться коронавируса, ничего не делать. И, может быть, тогда мы скорее победим все эти проблемы. Главное в этой игре не потерять все. Большое спасибо за интересную беседу. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко. Берегите себя и до встречи в эфире.